Включил. Добрый вечер. Мы начинаем сегодня наш очередной урок. Мы сегодня отвлекаемся от нашей книги «Урота Кодыш», слегка «Урота Чува». У нас сегодня будет отрывок из «Урота Кодыша». То, что я сейчас учу. Где я ее встречал раньше, то есть слышал как бы. Но сейчас я ее увидел в записанной. И я хочу, естественно, всех познакомить с этой идеей. Идея, она интересна. В общем-то, идея, она перекликается. Рав объясняет нам известные идеи, которые проникли из хвалы. И то, что объясняется Дмитрий Рашидов. Мы начнем с повторения. Как у нас описывается в книге «Бытия» сотворение человека и разделение женщины от мужчины. Кто помнит наизусть? Прощай. Натан, у тебя скрипы? Итак, кто помнит, как нам Тора описывает рассказ о сотворении мужчины и женщины? Их разделение. Ну, никто не помнит? Совсем никто не помнит? Наверное, все помнят, но стесняются. Плохо. Как у нас написано? Это небольшой момент. Кто-то стесняется. Ничего, ему сложно учиться. Итак, я напомню, тогда, если никто не помнит или все стесняются, значит, написано было так, что Всевышний навлек сон на человека. Человек заснул, и он отделил от него женщину. И, проснувшись, сказал, это значит, плотят моей плоти, кость от моих костей, теперь она будет называться женщина. Этот процесс называется на иврите, на языке кабалы, на сера, то есть отрезание. И он работает прототипом, к многим пониманиям, к многим процессам, к многим вещам. Вопрос, который здесь спрашивается, он такой. Если Всевышний хотел отрезать женщину от мыши, зачем он их создал вместе? Прошу прощения. Если тебе нужно по отдельности, создавай по отдельности. Если тебе нужно вместе, создай вместе. Что это такое? Создать вместе, а потом разрезать. Разрезать это неприятно, это больно, это кровь, это мясо, это боль, нужно наркоз. Зачем все это делать, как у нас говорится, через ухо? Почему по-простому не сделать? Либо так, либо так. Зачем? Зачем нам нужен такой вот непонятный ход? Вот, сперва мы создаем человека одного, а то мы оборежем. Есть какие-то идеи? Меня вообще слышно? Слышно, слышно, очень хорошо, Натан. Да. Ну, поскольку все, как бы я попробую что-то начать на эту тему. Наверное, это для того, чтобы, ну, есть, по крайней мере, такой комментарий, что это не как животные, которых сразу Всевышний создал Захарин Кайва, а на уровне человека есть более целостное единство. То есть, это не случайные какие-то самец и самка, которые встретили друг друга, а это нечто целое. То есть, чтобы сначала был образ целостности, вот как они есть вместе, а потом уже, значит, их разделить, и чтобы, наверное, между ними было какое-то взаимодействие, и они дополняли друг друга. Так пусть остаются одним. Еще лучше. В смысле, чтобы первый человек остался один, вот в таком вот двоеполом состоянии своем? Да, да, да. Это же идеально, самое лучшее. Зачем резаться? Вольно. К тексту. Кладитесь и размножайтесь, наверное, надо же как-то выполнять. Ну, технически, технически бы как-то выкрутились бы, размножались бы почкованием, да ладно. Ну, мог бы быть гермафродитом, собственно, и сам размножаться там. Да, 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 это не проблема у нас. Смотрите, что размножаются. Значит, хорошо. Два взгляда на мир. Два взгляда на мир, как два глаза, чтобы взгляд на мир был не единым, а было два. Отлично. Может, так? Теплее. 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 К тексту. Значит, я это назвал еврейская близость к Богу, естественная и осознанная. Невозможно человеку уйти от связанности с Богом. И невозможно собранию Израиля отделиться от оплота спасения, света Бога Израиля. Человек, он естественно, натурально, очень сильно и неразрывно связан с Богом. А тем более, тем более Израиля. Это в данном случае не нужно понимать, потому что это у нас, ну, это у нас Кутер, это у нас как бы оглавление, а мы сейчас, Раф, начнет эту тему развиваться. Однако, в этой невозможности, что в этой невозможности, проявляющейся во всех поколениях, есть изначальная вынужденность, которая не позволяет ясности сознания проявлять себя в действии. Если у нас невозможно разделение человека от Бога, от прилепления к Богу, это, конечно, очень хорошо. Но с другой стороны, это хорошо. Несет в себе и что-то плохое. То, что, естественно, я не обращаю на это время, я этого не выбираю. Разум, он здесь не функция. Поэтому приходит время, когда забвение нападает на человека, и лики, сущности, отсекаются друг от друга настолько, что абсолютное разделение становится возможным. Итак, приходит время, когда забвение нападает на человека, и сущности отсекаются друг от друга. Это нам напоминает рассказ о сотворении мира. Когда человек был усыплен и разделен на две части. Мы сейчас берем эту идею и прилагаем ее к прилеплению человека к Богу. Рассказ в книге «Бытие» он был про то, что разделили человека. Здесь сейчас Раф берет этот же рассказ и пытается приложить эту систему к другой немножко области. Это к близости человека с Богом. Итак, что у нас произошло в рассказе о сотворении мира человек уснул и был разделен. А по прошествии забвения на месте неотъемлемой части соединения вынужденного спиной к спине возвышается красота человеческая во всем ее сиянии такая, что разумный выбор призывает возвестить. Она есть плоть от плоти моей. Конечно, это опять налег на книгу «Бытие». Человек, проснувшись от разделения, сказал она про женщину «Она плоть от моей плоти». Но, итак, что мы имеем? Соединение спина к спиной этого не написано в Туэре. Это Медраж объясняет. Что первый человек выглядел, то есть вообще ребро, из которого сделана женщина, в иврейской традиции это, в общем-то, не ребро, или по крайней мере, есть спор по этому поводу. И в основном мире говорит, что это не ребро, это сторона, это часть. Медраж объясняет, какой частью, Медраж объясняет, какой частью человек был, как он вообще выглядел, спина к спине. Такое вот, как-то, неспособное выжить, такая вот, значит, штука была создана. Мужчина и женщина. Теперь, Каббала это объясняет, как раз, два, три или четыре способа взаимодействия личности, субъекта. Есть спина к спине, самая низшая, есть лицом к лицу и есть лицом к спине. Здесь равном объясняют, что то, что называется спиной к спине, это естественная связь. Она естественная, она очень сильная, но она не, это не связь, которую я выбирал, не связь, которую я выбирал, например, из нашей жизни. Это связь родителей и детей. Связь биологическая, естественная, природная, не, не подлежит как бы выбору хочу-не хочу. Это такой вот вид спины. Теперь, связь лицом к лицу в идеальном варианте это брак. Мужчина и женщина смотрят друг на друга, выбирают друг друга, в общем-то, и в начале, и в продолжении. Это осознанный выбор. Это некая естественная, некая естественная, как это здесь, сейчас, вынужденность, да? Брак это выбор. И брак в этом смысле, он стоит выше естественной связи, допустим, даже такой сильный и глубокий, как и дети и родители. потому что здесь уже работает сознание, ум. И это то, к чему нас ведет Рав. Давайте еще раз прочитаем то, что у нас есть. однако, в этой невозможности, невозможности разделения человека и Бога, проявляющейся во всех поколениях, есть изначальная вынужденность, которая не позволяет ясности сознания проявить себя в действии. То есть, связь, она есть, и она сильная, но свобода выбора здесь она не работает никак, более того, в общем-то, сознание, а сознание тоже. Поэтому приходит время, когда забвение нападает на человека. И сущности отсекаются. Теперь у нас, как это, наш пример это человек и женщина из рассказа о сотворении Игра. А мы говорим про человека и Бог. Соответственно, что у нас будет параллельным отделением человека от женщин. Мужчина от женщин. В нашем случае это будет отделение человека от веры. Отделение человека от Бога. Так же, как мы сказали, действительно, мужчина и женщина это одна сущность, но если их не разделить, связь она будет спиной к спине, как данность. Как, вот у меня есть рука, как у меня связь с рукой? Часть меня, да, неотъемлемая часть, абсолютно верно. Но я ее абсолютно не ощущаю как субъект. С тем, чтобы ощутить, нужно сперва полностью разделить, дать возможность отсечь. Ты в левый угол, ты в правый угол, ты мужчина, ты женщина, по углам, Здесь то же самое. Связь с Богом, она очень естественная, очень глубокая, очень сильная, все здорово. Но в этом есть минус. Минус преодолеть, нужно первым делом распилить, разделить, то есть отделить человека отверт. Это у нас появляется секуляризм. Секулярность, атеизм не верит. И сущности отделяются друг от друга. Настолько, что абсолютное разделение становится возможным. И по прошествии забвения, на месте неотъемлемой части соединения вынужденного спиной к спине возвышается красота человеческая во всем ее сиянии такая, что разумный выбор призывает возвеститься. она есть плоть от плоти моей. Да, ну, ясно, что если у нас есть возможность выбора разумного, то мы можем сказать, можем не сказать, можем жениться, можем не жениться. Но вот эта вот связь, которая выбранная, а не вынужденная, она гораздо выше. Несравненно выше связи, когда выбор нет. мир готов к явлению жизни и порождению существующих вечно. Это предложение я не буду объяснять, я его не очень хорошо понимаю. Возможность говорить отстраненно, свысока, здесь вот как это перевести, как это понять, не очень ясно. На еврейте написано гуа-гуа. Это можно понять, как оправдывать, это можно говорить, как действительно свысока, это можно говорить, как хвалить. И мне не до конца понятно, я бы перевел, как оправдывать. Ширель предложила отстраненно. Ну, давайте попробуем. Возможность говорить отстраненно, свысока, про отход от веро-этеизм, полное разделение. Это детище рассечения, приводящего к полному воссоединению, свободному выборе образа соединения. Как радуется жених невесте, так возрадуется тебе, Бог твой. А вот теперь Раф приводит пасук, который нам соединяет разделение и соединение мужчины от женщины и человека от Бога. Да? Как радуется жених невесте? Жених невесте это взгляд после разделения лицом к лицу. Они друг друга выбрали. Они друг друга хотят. И это желание, желание свободы выбора, это желание осознанное, в отличие от неосознанного желания, от неосознанной связи, которая была у этого человека в начале как связь с пиноксом. Теперь Шелет абсолютно права, когда сказала в начале, что действительно это единая сущность. Но чтобы ее развернуть и понять на более высоком уровне, мы должны разделить и должен быть выбор обязательно присутствовать. То же самое с человеком и Богом. А теперь мы возвращаемся к началу. Та же картина наблюдается в отношениях Тора и народа, когда изначальная связь постепенно разрушается посредством рассечения во сне. Теперь обратите внимание, что сон мы хотим улучшить связь с помощью сознания. И для этого мы убираем сознание временно. Сон. Тардема наяврить. С тем, чтобы достичь чего-то. Как это? Два шага вперед, один назад. Чтобы продвинуться вперед, иногда нужно сделать шаг назад. В нашем случае. Для того, чтобы выйти на более высокий уровень связи, нам нужно, который является связью осознанной, нам нужно временно сознание отстучить. Сон. Когда изначальная связь постепенно разрушается посредством рассечения во сне. Но конечная цель рассечения это строительство, приводящее к более совершенному объединению, которое возвращается к изучающему ее. И все сыновья твои, ученики Бога, и увеличится мир твою семей. Я хочу сказать еще пару слов по этому отрывку. Я хочу привести пример. Вот примеры по поводу разделения мужчин на жизнь. Как прототип вообще разделения и соединения, как сейчас Раф взял это и приклеил эту идею к отношению человека с Богом. Но идеи Каббалы они в общем-то идеи шаблонов. Когда ту же самую структуру с ее помощью я могу объяснять разные явления. Поэтому это нормально. Теперь наш рассказ в Торе говорит, что сотворение человека началось разделение. видимо и может быть в начале человеческой истории тоже было какое-то разделение на кулкуру. Но обратите внимание, что в нашем поколении параллельно разделению человека от веры у нас происходит действительно опять-таки распиливание мужчины от женщин. Я хочу на этом немножко заостриться. То, что называется сегодня феминизм. это в общем-то распил мужчин от женщин. Есть плюсы и минусы. Мы говорим семья это естественно. Если семья обижает женщинам, такая семья не нужна. Пил и убиваем семью. ничего страшного. Нам главное это самое. Каждый по углам. Каждый сам по себе. Женщины естественно хотят и любят не знаю там детей. Абсолютно неестественно. Ни хотим и не будем. Не надо. Теперь что происходит? Естественная связь поднимается на более высокий этаж под связью осужденной. и сегодня общество может восприять это нормально. Не гнобить за. Ча-ча-ча-т фри. Пара не хочет детей. Сегодня абсолютно нормально. Естественно неестественно нормально. Но что получается? Каждый ребенок который рождается сегодня это не ребенок который вынужденный потому нет вариантов есть. Есть средства контрацепции. ничего вынужденного нет. Ну соответственно каждый ребенок тот ребенок которого выбрали которого хотят. И это уровень совершенно другой. Брак на сегодня это нечто естественное что ну вот так вот нет другого выхода поэтому мы будем в браке. Это выбор не только в начале когда люди живется но и в любой момент можно развестись. И это на сегодня вариант потому женщина может сама себя обеспечить и так далее. То есть с одной стороны это болезненный процесс. Во-первых естественно разрушается и это в общем-то плохо. кстати это именно разделение на этажи. На этаже на котором мы сейчас учим этаж сверху этаж точка зрения было как бы мы понимаем что какой-то процесс который мы снизу видим отрицательно он несет очень сильное положительное аспект для того чтобы нас привести гораздо большему более серьезному более высокому уровню. Но снизу когда мы смотрим мы поговорим наоборот. Да у этого процесса есть положительные аспекты но нам тут разрушает семью разрушает то разрушает это 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 разделение на этаже очень важно мы на сегодня смотрим и говорим как это так нам не нужна семья нужна конечно но вот именно разрушение семьи перерождение ее по-новому так чтобы это не семья из-за вынужденности семья из-за выбора это гораздо более высокий уровень и в общем-то как это проявление и реализации человека и человечества всего соответственно здесь же мы как бы одновременно понимаем зачем нужна в мире и у евреев секулярность зачем нам нужна отделение временное от бога зачем нам нужен атеизм потому что связь с богом она естественная это хорошо и сильно но и это в общем-то хватило и хватало на большую часть истории но мы подошли к концу и теперь мы не удовлетворяемся как это объяснениями для третьего класса нам нужны объяснения сейчас для десятого класса следующий уровень уровень выбор уровень выбора у евреев не было возможности выбирать бога он нас сопровождал с рождения народа было пророчество бог с тобой когда бог с тобой говорит ты в него наш выбор когда бог постоянно сопровождает твой народ делает чудеса явные и так далее выводите из египет и вы не можете нет проблем прощество исчезло народ рассеялся сейчас народ возвращается и мы хотим лишь апгрейд сделать апгрейд связи с богом для этого первым этапом нам нужно разрезать разорвать это больно это неприятно но это как у нас говорится на иврите еридалиц урахалия спуск для того чтобы подняться любое поднятие по нашей идеологии ему должен причастливать спуск может быть разгон ну у меня более или менее все а теперь я хочу послушать вас вы молчали весь срок это очень плохо поэтому я еще раз хочу вас послушать ну кто-нибудь ну отношения с женщиной очень похожи на отношения с богом аллегорично то есть любовь к женщине это любовь к богу потому что если бы он был дан изначально то и любви бы мы не могли испытать той острой той тяги к богу наверное не могли бы испытать и в то же время чем правильнее чем осознаннее вы бы тем больше счастье вот у меня так безусловно конечно песня песня она об этом безусловно да 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 окей еще кто-то что-то еще хочешь сказать но мы же не можем говорить о распиливании по отношению к человеку и богу так же как мы говорим по отношению к мужчине и женщине потому что на самом деле все равно человек остается связанным с богом то есть мы же начали с того что невозможно разделение невозможно невозможно выйти из этой связанности с богом то есть это только со стороны человека со стороны его представления получается так что он отвязывается то есть это мне кажется что это все-таки не более чем метафора по отношению к тому вот изначальному да примеру с мужчиной и женщиной ну по крайней мере я так воспринимаю то есть потому что связанность со Всевышним она с самого начала творения и от нее никуда не делится большое спасибо Ширель за ваше замечание я с вами не согласен в этой точке с моей точки зрения разделение не как прототип реальное мужчины и женщины произошло тоже в нашем поколении именно тот самый феминизм это разделение реальное теперь невозможность с которой мы начали наш отрывок я не понимаю что невозможно технически невозможно принципиально по сути но и мужчину а женщину тоже по сути принципиально разделить нельзя тем не менее это было сделано для того что они связаны по существу по сути человек с Богом мужчина с женщиной это один человек и так он описывается в рассказе сотворение но с тем чтобы это было более человечно скажем так человек более реализовался но эту связь которую нельзя разорвать разрываем это не первый раз Бог это делает потому что нельзя как это если нельзя но очень хочется то можно это немножко не о том но да но здесь парадокс такой получается я это предпочитаю распространять как парадокс то есть сущностно нельзя а реально нельзя распилили с тем чтобы вот это сущностное понимаете когда нельзя оно проявляется гораздо слабее вот папа с мамой их нельзя разделить родители и дети их нельзя разделить а теперь давайте давайте попытаемся что мы да разделили теперь у нас вот есть ребенок который там ушел 10 лет его не было теперь он вернулся взрослым и мы с ним налаживаем капот прошу прощения эроз эроз да когда тут естественно сиденье есть оно как прав объяснить оно слабое оно плохо проявлено оно естественное в этом его силы в этом его слабость чтобы поднять на следующий уровень с тем чтобы его усилить и проявить во всей своей мощи мы должны дать ему возможность свободы выбора свободы выбора предполагает плюс и минус выбрать или не выбирать и до того чтобы свобода выбора была возможна нужно полное разделение получается разделение получается атеизм получается люди которые совсем не верят в Бог что получается что верить в Бога не обязательно и после этого вера становится вопросом выбора до того когда все общество верит в Бога вера это обязательно даже если у тебя с палкой никто не стоит на тобой когда все общество так себя ведет то это понятно что ты обязательно а в тот момент когда общество себя не все так ведет это уже выбор человека и тогда вера становится гораздо более дорогая она гораздо более сильная честная из сердца и так далее для того чтобы достигнуть более высокой веры нужно пройти через спуск когда отсутствие веры возможно и мы в таком мире не живем то есть теперь как это совместить я не знаю но мне кажется все совмещается да сущностно человек неотделим от Бога но реально мы видим что да отделим я так это вижу на самом деле это не отделение это одностороннее размежевание то есть вот человек решил и он отделился но то есть все таки нет все таки нельзя сравнивать связь между мужчиной и женщиной или между детьми и родителями и связь между человеком и Богом можно конечно сегодня люди рождаются не зная о Боге и абсолютно и абсолютно осознанно решают я хочу или не хочу выбираю или не выбираю сегодня все эти самые угрозы или поощрения от рай не сильно работают соответственно выбор он не на основании там страха или соглашения на основании ума выбора я хочу я не хочу и я свободен это решать то же самое человек родился в религиозной среде он не может решить я этого не хочу я да продолжаю не соглашаться с вами и считаю что разделение оно есть но полное так же как и мужчины и женщины и как бы и соответственно здесь как бы параллельно полное как я это вижу пока ну то есть если по вашему объяснению то получается что связь это религия но ведь это на самом деле это не так пусть будет религия давайте пусть будет связь допустим связь с религией допустим и что нет но связь религия дело в том что любой человек даже если он не знает о Боге он все равно с ним связан независимо от того просто по факту своего существования ну так ну это вот биологическая связь мужчина и женщина вот они тоже нет абсолютно связаны потом дети получаются все нормально но вот а взгляд как бы к субъекту его нужно воспитывать давайте самое что Нехама попросила слово давайте я предоставлю микрофон я хотела сказать что я слышала от Равлина ну он каббалист или не каббалист не знаю как он назвать но он преподает преподает каббалу Лешима и он несколько раз говорил слышно меня да говорю про связь между мужчиной и женщиной например он говорил что есть разные типы связи там 12 уровней связи и он приводил пример гематрии слово ген что это 12 и при разводе рвутся 12 связи одна всегда остается то есть если эту аналогию привести на связь человека его оба есть разные аспекты которые мы с ним связаны то есть разорвать все совершенно нельзя а какие-то части можно разорвать абсолютно верно мы здесь обсуждаем два вида связи очень грубые спина к спине лицо к лицу мы режем спина к спине что получите лицом к лицу для того что у нас было поэтому как бы 12 уже гораздо более подробно мы сейчас как бы мы упомянули три типа связи спина к спине лицо к лицу и спина лицом к спине и спиной к лицу есть 4 два из них мы сейчас не обсуждаем это лицом к спине и спиной к лицу два обсуждаем они самые такие самые четкие самые грубые самое крайнее. Спина к спине, когда отношение к другу, в общем-то, естественно, это такой, ну, что, объект. Ты мне ужин, я тебе охрану. Вот. Соответственно, противоположно, это лицом к лицу. Связь субъекта с субъектом. Личность с личностью. И чтобы получить второй тип, второй тип связи, нужно сперва разрушить первую. Первый он естественный, он очень сильный, его нужно разрушить, чтобы получился вывод на вторую. Что такое разрушить? Чтобы было лично, с общественной точки зрения было абсолютно нормально жить без детей, жить без мужа, без семьи и так далее. Без Бога. Без Бога. Теперь, насколько я понимаю, вы ответили Ширели. То есть, видимо, это, конечно, абсолютно верно. Совсем без Бога уже никуда. Аннигилируем быстренько. Но, как бы, мы же немножко более грубыми понятиями сейчас антерируем. В этом более грубом мире сейчас, безусловно, как бы, не будем же отрицать, что существуют атеисты, как бы, да? И что общество, оно атеистическое, существует в себе. Так что спасибо Нахама. Вот. И спасибо, Ширель. Кто там... У кого-то еще какие-то мысли появились по поводу нашего отрывка и связи с... Зачем нам нужно... Зачем нам нужен атеизм и неверие? Оказывается, очень нужен. Несмотря на то, что это больно, неприятно и... как бы... И разрушает. И безусловно разрушает. Но, тем не менее, я это уже объяснял, я это уже говорил, это очень люблю. Тем не менее, это настолько продвигает, что отпадает возможность сравнивать. Нельзя сравнивать, потому что нет основы. сегодняшний брак с браком 500 лет тому назад. Невозможно сравнивать сегодняшнюю веру с верой 500 лет тому назад. Именно поэтому нельзя сравнивать количество разводов сегодня с количеством разводов 100 или 300 лет назад. Вот так. Тогда не разводились, как была крепкая семья. Это несравнимые вещи, потому что сегодня князь истории эти вещи перевел из разряда вынужденных в разряд выбираемых. Это совсем другой разряд, это совсем другой уровень. И там как бы все работает совсем по-другому. Я в скобках хотела сказать. Еще один минус совершенно такой, непредвиденный. Видимо, он обусловлен именно этим явлением, то, что вы говорили про брак. Что это, я не знаю, как в других местах, но в Израиле большая очень проблема нашим детям жениться, найти пару. Хотя вроде вокруг все такие, похожие, полно людей, близких по духу и про мировоззрение, и евреи все. Но, тем не менее, они очень затрудняются. Проблем, проблем много. Проблем много, но это проблемы роста. Это проблемы, как это, это из разряда богатые тоже плачут. Это проблемы, уже не родители, не сами дети, не родители уже не согласятся на такой вот. Вот мы за вас решили, пожалуйста, вперед. Это уже не катится все. Понятно, что я способна. То, что мои родители за них решают, что они сами очень трудно решить, потому что они осознают, что выбор, вот именно эта процедура выбора, это базовая вещь сейчас, очень важная. То есть это осознание, как бы в воздухе, как оно висит, откуда это берется. Это мир на другую ступень высота. И поэтому они не согласны на меньшее. Он должен ко мне подходить в 100%. Если он не любит ту музыку, которую я люблю, то все, он не любит. Нихамар, в неприличии я, пожалуй, пойду немного дальше, да, казав то, что при идеальном совпадении и физическом, и психологическом, мы в отношениях мужчины и женщины имеем чуть ли не единственный легальный способ выхода из себя. То есть это той самой, я извиняюсь, маленькой смерти, когда человек, находясь в полном сознании, получает максимальную степень отдаленности от собственного тела. То, что французы называют маленькой смертью. Я говорю о пике удовольствия, когда достигается, то есть о совместимости максимально подходящих людей. Пике удовольствия, человек теряет самоосознание, но он обретает высшее счастье. То есть оно уже даже не физическое удовольствие, а более сознательное. Тут слова не особо не опишешь. Ну, нормально. Святой святых там как бы это самое, два херувима, один с лицом мальчика, другой с лицом девочки, обнимались. Это как бы, это все хорошо, действительно, не место для слов. Это все есть, связи мужчины, женщины, человека и Бога. действительно очень глубокая и аллегория, она не просто так. Так, я правильно понимаю, что в нашем обществе, вообще в нашей реальности присутствуют сейчас оба процесса? И это отделение, как бы разрезание и уже начинающееся восстановление? Или нет? Да. 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 Разрезание, как разрезание. То есть, давайте так, сегодня происходит серьезная, сильная секуляризация? Нет. Более-менее равномощные потоки из одного общества в другое оттекут. Когда было мощное разрезание? Лет 50-100 тому назад, как Абшарк говорит, Равкук родился в мире, который был религиозным и умер в мире, который был, большинство которых было светским. И среди евреев, и среди неевреев. у нас сегодня нет такого процесса. Есть либо процесс в обратную сторону, либо смешанный процесс, есть встречные потоки, но как бы сегодня он уже процесс, как это, уже проснулись после операции, уже начали очухиваться и приходить в себя и... Это, кстати, мой взгляд, допустим, на падение рождаемости во всех цивилизованных странах. Это я так вижу. Высокая рождаемость это было принуждение. Это было естественно. Было принуждение, не было контрацепции, не было возможности это регулировать, кроме как топить молодых, этих маленьких детей сразу после рождения. Соответственно, в общем-то, большие семьи это было... Это была вынужденность. В тот момент, когда появился выбор, как я его реализую. Потому что я выбираю то, что противоположность первым делом, противоположность тому, той вынужденности, которая была. Нет семьи, нет детям, нет ничего. Не хочу, не надо. Продвигаемся вперед и как бы это... И мы, как всегда, впереди планеты всей, у нас сегодня у секулярного общества в Израиле больше двух детей на плане. Серьезно, причем больше в сторону трех. То есть среднее по всему обществу больше трех уже, а у сек... Причем сильный рост именно в секулярной части. А у крайне религиозных, как называется, харидин, последние лет 10-15 спад. Правда, такой спад, что мы будем смеяться, там спад с семи с половиной до шести с половиной, но это спа. Тем не менее, общее среднее количество детей растет откуда? из-за секулярной части, которая растет, и он в районе где-то двух с половиной, он серьезно выше двух. И это как бы о чем-то говорит я думаю на весь мир тоже. То есть с одной стороны не зарегистрировано ни в одном обществе поднятие рождаемости после падения, но по-моему у нас уже зарегистрировано. У нас был минимум 2.6, сейчас у нас 3.1. Вот. Посмотрим. Посмотрим. У меня есть вопрос, если можно. Добрый ветер. Добрый ветер. Вот. Мы видим на примере Адама и Елы, Адама и Хавы, то, что было разделение и потом вновь соединение. И вот этот разрыв, который произошел, он потом как-то непонятно, как, ну, по чьей инициативе они вновь объединились. От этого, как мне кажется, не указано в Торе, с чьей инициативой или это было совместным решением. Вот. И в пророках потом есть тоже образ, когда Бог предстает как жених, а народ Израиль предстает как невеста. И вот там инициативу все время проявляет Бог. Вот. Когда было изгнание из Эдемского сада, это было как раз тем разделением, да, которое, которое как разрезание. Бог отделил от себя человечество в этот момент. то есть в тот момент человек не понимал, насколько он зависим от Бога, да, он это принимал просто как данность. И вот потом появилась уже заповедь. Искать Бога, да, любить Бога, это может появиться только, только если есть утрата. Когда ты чувствуешь утрату, чего-то тебе не хватает, вот тогда начинаешь искать, и это... вот хотелось бы еще с точки зрения, с точки зрения этой рассмотреть вопрос мужа и жены, да, как поиск Бога после разделения при изгнании из Эдемского сада. Во-первых, отличная идея, мне очень понравилась, я об этом не думал, но действительно можно взять этот самый шаблон и проводить это так же, как изгнание из сада, естественная связь с Богом, которая разрезалась, причем так же, как разделение мужчины и женщины принципиально нам было рассказано в книге «Бытья», а реально или реально вторым этапом это происходит в секунду, так же разделение с Богом принципиально или первым этапом было изгнание из Эдемского сада, а на сегодня это происходит реально или вторым этапом. Отличная идея, сказать мне особенно больше нечего, потому что я об этом не думал, идея ваша, и она мне нравится. Можно насчет инициативы я только хочу сказать. Пророков по-разному бывает, а вот в Шире-Ширим там инициативы со стороны женщины надо знать. Она начинается с ее слов, с ее она проявляет инициативу. Отлично, Нехама, я тогда разовью вашу идею. Всякое место, которое говорится в Танахе про избавление Геулла, там инициативу в свои руки берет женщина. Начиная с начиная, ну допустим, откуда начать, не знаю, допустим, начнем с Юдавы Тамара, недавняя, недавняя, недавняя изучая идеальная глава, инициатива безусловно в руках Танаха. Книга Рут, например. Книга Рут, безусловная инициатива, Рут, и в начале, и в конце, это опять-таки Маших, это опять-таки избавитель. Да, 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 то есть каждый раз, когда у нас есть проявление избавления, женщины перехватывают штурвал. Это безусловно, то есть это, ну это мы видим в Эстонах, и это сейчас татирю Равшарки. Так что, соответственно, доводя вашу аллегорию до конца, в окончательном, теперь, при выходе из Египта, которая дает избавление, евреи, как народ, сделали минимум, покрасили свои притолоку кровью и сделали жертву, а в сегодняшнем избавлении они, как бы, действуют без видимого вмешательства чудесного Всевышнего, в общем-то, сами и проявляют инициативу как женщины. Во время избавления инициативу перехватывают женщины. Так это по нашей традиции пока нет. Или, как бы, проявление избавления, да, родословно в машинах и так далее, там женщина ведет. И обратите внимание, точно так же мы видим и в отрицательную сторону Амалек, была темна, которая тоже у нее были сильные желания. Она хотела что-то сильно. То есть желание снизу тоже идет, и очень сильно связано с избавлением. Возьмите, пожалуйста, тоже инициативу захвата земли и разделения. Там у нас упоминаются бнот слов хард, которые тоже проявляют инициативу и требуют себе на дело. Земля, Израиль, это тоже связано с избавлением силу. пасели и пасели и пасели и пасели Хорошо. Кто-то еще хочет сказать что-то напоследок? Или мы завершим на этом? И, я надеюсь, в следующий раз вернемся обратно к книге. Аныхама, мне без вас было скучно. Вас многое давно не было, я очень рад, что вы вернулись. Ну, у меня в то время что-то было там. Не, оправдываться не надо, я просто очень рад, что вы вернулись. Я никуда не уходила, просто что-то было. То там было у нас обручение, ну, еще не обручение, мы ездили знакомиться с родителями невесты моего сына две недели назад, по-моему. А неделю назад еще что-то такое же, что невозможно отменить. Ну, хорошо. Большое всем спасибо. Было очень приятно и интересно. Добрый вечер. До встречи через неделю.